Ледниковый период. Сегодня из трамвайного парка не вышел на линию ни один вагон. Впервые за много лет работу самого надежного общественного транспорта города остановили природные катаклизмы. Как это произошло, рассказывает Наталья Лысенко. Лариса Удовиченко – водитель трамвая со стажем. Уже 10 лет она водит вагоны по одному из самых сложных трамвайных путей в России. Но сегодня ее рабочая смена проходит в ином режиме. Вместе с другими коллегами-водителями они чистят пути. Я первый раз такое вижу. Бывало обледенение, но не до такой степени. Стихия начала подступать еще вечером 16-го. На линии находилось несколько вагонов. Обледенение контактной сети не позволило загнать последний трамвай в депо. В результате отсутствия контакта между электрооборудованием трамвайных вагонов и контактной сетью вагоны начали вставать. В течение вечера были загланы в парк практически все вагоны. На линии оставались две единицы. Одну единицу мы отбуктировали контактной машиной до депо, а вторая единица так и осталась в районе остановки улицы Сараболота. Замыканий-то не было как таковых, но нагружка-то большая была, как на изоляцию вагоны вставали за счет этого, потому что попадало как раз на рельсы и на контактную сеть. Там не только у нас контактный провод обледенел, но сами пантографы. Веревки превратились, они намокли, застыли, превратились как в канаты, даже в трубу, которая проходит через крышу к водителю, она не проходит даже этой веревкой. За 80 лет своего существования Сатовский трамвай заслужил репутацию самого надежного общественного транспорта города. Подобных ситуаций ни жители, ни работники трамвайного управления не помнят. За мои 35 лет работы в трамвайном управлении ни разу не было такого серьезного обледенения. Это просто транспортный коллапс. Не только провода контактной сети, но и деревья, и здания. То есть не было такого. Было немножко обледенения, но справлялись. В контактной сети пока не обнаружено обрывов. С утра бригада специалистов пыталась исправить положение, но техника и рабочие руки оказались бессильными в схватке с природными катаклизмами. Ситуацию может изменить только повышение температуры. Ежедневно Сатовский трамвай переводит 18 тысяч пассажиров. Это в основном школьники, студенты, учителя и пенсионеры. С утра на остановках стояли целые толпы. Теперь горожане знают, сегодня трамваи не вышли на линию. Сегодня утром его не было трамвая вообще никакого. И сейчас нет. Вы ждали? Вот и ждем и сейчас. И утром ждала. Но мне сказали, не ждите. Там уже женщины стояли на остановке, трамваи не ходят. Нет, не знали. Мы там стояли, потом сказали, что трамвай не ходит. Это погода-то от погоды. На трамваи не ходили, пошел пешком. А откуда ты шел пешком? С вокзала, с автошколы. Один день простоя стоит трамвайному управлению больше 100 тысяч рублей. Несмотря на сложную ситуацию с движением трамваев, вопрос перевозки пассажиров решался в оперативном порядке. На основные автобусные маршруты вышли дополнительные машины. Мы закрыли все автобусные маршруты. За исключением у нас не смог подняться автобус в Уриньгу. Не работал четвертый маршрут. И был стят один автобус с 11 маршрута. На сегодня у нас три автобуса на первом маршруте. Два автобуса... Три автобуса на втором маршруте. Сейчас уже второй автобус пошел и на четвертый маршрут. Там два... Две машины. Значит, на 11 маршруте четыре автобуса. На восьмом один. У нас всегда там один. Все остальные на пятнадцатом маршруте. Мы пытаемся движение, то, которое сегодня трамва не осуществляет, перевозку пассажиров перекрыть автобусами, перевозками.